Добрый день, сегодня у нас Дианшенг 12х12 Galaxy, магнитная версия, естественно не магнитная и нет, но это первый магнитный 12х12, кубик Рубика, хоть и не Рубика, да, принято считать, что до 5х5 это все кубики Рубика, а выше уже нет, ну мы называем их так, чтобы люди понимали о чем речь. Техническая информация, ну тут практически одни иероглифы, бывает со световым пластиком внутри и бывает с темным, я по-моему со световым взял, да, тут должно отмечено, да, светлый. Так, коробочка изменилась, но 12х12 теперь не такая, как у предыдущих, с 8х8 по 11х11, неправильно стоят, 11х11. Что поменялось, теперь открывается как книжка, вот так вот раз, вот так вот два, и внутри что-то есть, ну я наверное, поверх ногами кубик поставил, но должно извлекаться. Вот так извлекается коробочка с чем-то, посмотрим, что здесь, это видимо инструкция, как собирать 12х12, а то мы не догадаемся по-английски, как собрать 12х12, действительно, открой новый мир магических кубов. Ну, откроем. Дальше здесь традиционный мешочек, да, вполне крупный, 12х12 сюда поместится. И также здесь такая же отверточка, подставочка, самая простенькая, должна быть брендированная, нет, не брендированная, ну и тряпочка, которую можно в кубик протирать. Дальше, открываем, пытаемся достать, не очень получается, очень туго здесь, хоть и веревочка здесь есть, но достается очень нелегко. Наверное, суть не той стороны я как-то засунул, на вид-то квадратное, возможно, не совсем, ну извлек. И вот сам кубик, 12х12. Да, теперь в комплекте нет бокса, как у этих кубиков, и это очень жаль. 12х12 все еще помещается в этот бокс. Но, видимо, решили экономить, я слышал, что и кубики других размеров тоже теперь без бокса выпускают, в том числе 8х8 и 9х9. А так, можно пожертвовать, к примеру, 8х8, достать отсюда восьмерку, достать этот картон и поставить сюда 12х12. Я вот так его сейчас и храню. Ну, давайте сравним его с остальными. И так понятно, что это пока лучший 12х12 из тех, что существует. Других магнитных просто нет. Да и сравнивать мы с ними не будем. Вот, поставлю все их в один ряд. И видно, что 12х12 чуть больше, чем 11х11. Сильно больше, чем 10х10. Ну и понятно, остальные еще мельче. Вот. Если видно сравнение. Сравним с 11х11 поближе. И тут видно, что эти центральные элементы стали еще мельче. Чуть-чуть, но поменьше. Эти крайние примерно такие же, незаметно отличаются. А центры действительно уменьшились. И это, естественно, чувствуется. Иногда, чтобы вот средний слой какой-то повернуть, нужно прицелиться. Прицелиться. Я пару сборок уже сделал. Трудностей вообще никаких. Заодно посмотрим на внутреннее строение. Магнитики со всех сторон. Все здесь отлично. Как отлично и во всей серии. Единственное, мне всегда казалось, что вот 8х8 единственный кубик, который немножко... Ну, что-то в нем не хватает. Именно восьмерки. Но сейчас выпустили версию с Ball Core 8х8. Стоит примерно тысяч пять. Я вот думаю, может быть, даже и купить. Эта восьмерка всем хороша, но кажется, что вот чего-то вот чуть-чуть прям не хватает. Скоро ко мне приедет 5х5 Хонг. Тоже с магнитной крестовиной. Посмотрим. Действительно, лучше обычного 5х5 сравню с Даяном. Если разница будет какая-то колоссальная, наверное, я все-таки задумываюсь о том, чтобы купить Ball Core. Вышли 8х8 и 9х9 с такой системой. Восьмерку, возможно, стоит. А девяточка и так хороша. К ней претензий нет. И восьмерка хороша, пока лучше бы не сделали. Но от Ball Core, быть может, да. Здесь бесцветный пластик, такой неокрашенный. Почему я стал выбирать его? Потому что у меня был куплен 8х8 с черным пластиком. И немножко просвечивает черный пластик сквозь вот эти вот пластинки цветные и остальные. Ну и повращаем давайте немножко крайние слои. Давайте сделаем что-нибудь, пару тупермов. Не так быстро, как на трешке. Но вполне можно. Кубик пришел неплохо смазан. Я даже пока смазки не добавлял. На две сборки мне хватило. Давайте контрастность цветов посмотрим. А нет, давай что-нибудь поинтереснее. Такой полностью другой рисунок. Необычный, шахматный. Никто такого никогда не делал. Негромкий, вполне приятный звук вращения. Вот контраст. Ну а здесь немножко по-другому сделаем. Вот так вот. Ну чтобы все цвета можно было сравнить. Стоит ли покупать такой кубик? Определенно да. Он конечно сейчас уже не дешев. Я покупал его тысяч за 8-9 по какой-то там акции. Наверное сейчас он продается дороже. Это было все на Алиэкспресс. Я совершенно доволен моделью 12х12. У меня вот есть 13х13 от Мою старенький. И был разрыв 11х13, а потом еще 17. И вот 12х12 это недостающее звено, которое вот я точно собирался купить. Именно в магнитном виде. Но у Диан Шенга уже есть и 13х13. Я пока не знаю, буду брать, не буду. Сейчас нет времени собирать большие кубы. Но мне всегда это нравилось. И возможно когда-нибудь надо старый 13х13 пособирать. Он тоже неплох. Хоть и с наклейками, хоть они иногда и отлетают. Но не собирал его давно. Так что подумаю, брать ли 13х13. Но вот если выйдет 14х14, то определенно придется брать. Потому что сейчас есть только версия от Сенксо 14х14. Но не магнитную, что-то уже брать не хочется. Но также мы ждем больших додекаэдров от Диан Шенга. Тараминкс там где-то показывают. Всякие тестовые образцы. Ждем, ждем, ждем. Но мне конечно было бы сначала интереснее мастер Киламинкс. Может и сделают. Посмотрим, подождем. А 12х12 кубик отличный. Вполне рекомендую. Брать можно. Но жалко, что бокса нет. Вот такие вот у меня магнитные кубики от Диан Шенг уже есть. 8, 9, 10, 11, 12. Все хороши. 8, 9 вышли еще в Булкор. Собирается исключительно с удовольствием. Никакие детальки не вылетают. Ни разу ничего не вылетело. Но конечно стоит понимать, что детальки тоже мелкие. Механизм сложный. Может что-то где-то застрять. Но какого-то конфуза и нерешаемой ситуации у меня пока не было. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.